Ну что ж, пришло время потестировать ленточную насадку. Друзья, поверх доски я положил картон. Мы будем фиксировать, есть ли какие-то косяки, как заворачивает. Она вроде одноразовая. А давайте я попробую сюда закрутить еще раз саморезы и еще раз прогнать ее. Но для экономистов я это сделаю. Возможно, кому-то когда-то пригодится. Ваши прогнозы, здесь стоит втулка или подшипник. Пружина, регулятор. Попробуем сейчас сразу 150. А вдруг? Ну что ж, будем подводить итог. Как говорил один великий мастер, незначительные детали важнее всего. Ведь великие дела познаются с малых. Друзья, всем огромный привет. Вы на канале обзора Электроинструментаут. И с вами Николай Дотошный. И сегодня у меня на обзоре новинка от торговой марки Днипро М. А это профессиональный шуруповерт по гипсокартону. Модель DCD-200A. А также ленточная насадка для этого шуруповерта. Модель SA-55. Ну и конечно же, я это все дело буду тестировать и разбирать, смотреть, что внутри. Также, кто заметил, сегодня у меня будут в тесте это саморезы, которые уже заряжены в специальную ленту для этого шуруповерта. Кстати, друзья, в каждой ленте есть 50 саморезов. И здесь 20 таких лент, то есть получается в упаковке 1000 саморезов. А теперь, как всегда, расскажу тем людям, кто покупает в интернете, но и нет возможности этот инструмент подержать в руках. Как сами видите, шуруповерт выглядит достойно. Такие шуруповерты встречаются только у мировых брендах. Девалт, Макита, Миллоки, Хилти. Задняя часть рукояти в этом шуруповерте прорезиненная. И сразу, друзья, видно, что это резина не дешманская. Очень мне понравилась, как реализована кнопка, которая фиксирует инструмент в работе. Видите, как она утоплена в корпус. Получается, будет удобно работать и левша. Левша не будет фиксировать случайным нажатием. Получается, эта кнопка почти идет с корпусом рукояти. И чтобы ее нажать, надо постараться ее нажать вовнутрь. Вот так выглядит зафиксирована кнопка. Она утоплена вовнутрь корпуса. И случайно вы ее никогда не нажмете при работе. Также мне понравилось, как Днепроем реализовали саму форму рукояти. И здесь продуманный тот момент, если вы работаете в вертикальном положении, и шуруповерт очень ложится в руку, получается, как продолжение руки. Кнопка в этом шуруповерте чувствительная, работает от степени нажатия. Также в верхней части шуруповерта есть переключатель скоростей. И переключатель работает с четкой фиксацией. Как вы заметили, есть клипса для фиксации на ремень. И возле аккумуляторной батареи есть возможность вцепить лямку-петличку для фиксации на руку. В комплект поставки этого шуруповерта входит это руководство по эксплуатации, битодержатель, две биты PH2 25 мм. В этом шуруповерте есть насадка ограничения глубины закручивания. И она очень просто снимается. Раз. И также очень просто одевается. Два. А фиксирует эту насадку в корпусе специальное стопорное кольцо. И также в этом шуруповерте есть специальная муфта, которая регулирует вот эту втулку для ограничения завинчивания саморезов. Мы регулируем, втулка вылазит или вперед, или обратно-назад. Сейчас покажу. Видно, да? Втулочка подвинулась вперед. И когда мы заворачиваем, втулочка прячется. Юбка самого патрона, который фиксирует биты, сделана полностью из металла. И бита или битодержатель фиксируется очень легко, без какого-либо напряга. И хочу предупредить тех людей, которые 25-е биты будут устанавливать сюда, в этот патрон. Они сюда не подходят. Потом будет трудно вам достать. Давайте посмотрим, как это все дело выглядит в собранном виде. Раз, и все. И мастера снимает вот эту ограничительную муфту лишь для того, если вам необходимо открутить саморез. Вы, например, неправильно его закрутили, или не в то место, где нужно. Снимается муфта, и непосредственно открутится саморез. Хочу показать, как работает этот шуруповерт. Если вы нажимаете на кнопку, патрон не вращается. Почему он не вращается? Потому что тут стоит внутри специальная муфта расцепления. Она работает только при нажатии. Если вы нажали, она начинает работать. Это очень удобно, потому что если стоит вот такая ограничительная муфта, бита вот эта почти никогда не будет слизываться. И срок службы этой биты будет очень долгий. И на шуруповерте у меня аккумуляторная батарея 4 Ач. Давайте теперь рассмотрим ленточную насадку. В комплекте с этой насадкой идет специальный пластиковый демпфер. Также в комплекте идут две биты PH2 146 мм. Кстати, очень удобно, что сама по себе насадка имеет съемный удлинитель магазина. Все очень просто снимается, и также очень просто устанавливается. На боковой части насадки есть фиксатор, который фиксирует непосредственно эту насадку на шуруповерте. Также есть регулятор силы завинчивания. Потом это все дело проверим в тесте. Насадка внутри имеет пружину и специальный механизм. При нажатии эта насадка подает ленту вперед. И также эта насадка имеет возможность регулировать саморезы по длине. Нажали вот эту кнопочку и регулируем вот эту насадку. И если вы хотите настроить насадку под маленький саморез, то вот этот демпфер можно снимать, и все становится на свои места. Демпфер очень легко снимается. Он имеет две защелки. Просто здесь нужно поднажать, потянуть вниз. И также легко устанавливается. Поднажали и установили демпфер. Все просто. Удлинитель бит магнитный и имеет очень хороший магнит. И руками вот эту биту мне трудно снять. Настолько здесь хороший магнит. Вот нужно постараться, чтобы ее снять. Чтобы установить ленточную насадку, нужно снять удлинитель. Установить биту. Вот эту клавишу нажать вниз. Все, ленточная насадка установлена. Как вы видите, с этой насадкой шуруповерт устойчив, стоит, никуда не падает. Может кому-то этот момент очень важный. Покажу, как заводится лента. Лента заводится очень легко. Вообще абсолютно ничего нигде не клинит. Дальше мы протягиваем здесь ленту и заводим ее сюда. Здесь есть специальная металлическая звездочка, которая цепляет вот эту ленту. Как узнать, или мы нормально установили ленту? Если мы нажимаем холостую вот так, и лента двигается, значит все нормально. И если посмотреть сюда, то бита попадает в первые отверстия ленты. А что я здесь могу сказать, выглядит внушительно, впечатлительно и намекает на быструю работу. Но перед этим, как проверить вот эту ленточную насадку, я сначала вместе с вами проверю сам шуруповерт. Этот шуруповерт работает от 20 вольт. Количество оборотов. Первая скорость от 0 до 1500 оборотов. Вторая от 0 до 5000 оборотов. Днепроваем указали на крутящий момент 10 ньютон метров. Мы попробуем, что он вообще может. Так, давайте сначала проверим, что этот шуруповерт может. У меня есть разные саморезы. Это 50, 75, 85, 90, 120 и 150 миллиметров. Первая скорость. Работаю без ограничительной насадки. Просто показать людям, что он может, насколько в нем есть силы. В общем, 90-й саморез закрутил без какого-либо труда. Попробуем сейчас сразу 150-й. А вдруг? Как видите, 150-й он не хочет заворачивать. Ну, он для этого не предназначен. Но я думаю, также 120-й тоже не завернет. Так же 120-й не заворачивает, потому что срабатывает специальная муфта. Это, друзья, тест на максималках гипсокартона. Никто такими большими саморезами не заворачивает. 90. Теперь попробуем открутить. 90, 85, 75, 35. Так, сейчас сделаю тест на картоне. Попробую, насколько хорошо работает вот эта насадка или не повредит нам картон. Пожалуйста. Ограничитель работает обалденно. Картон не просверлил. Давайте возьму второй саморез. Также покажу вам, как работает хорошо муфта. Пожалуйста. Так, давайте я выставлю, чтобы еще меньше заходил. Раз. Все, дальше не крутит. Носик уперся. И видно, даже не дожало, да? Видно, что даже вот этот картон не дожало. Круто. То есть, друзья, муфта настолько чувствительная, что можно по-разному выставить. Как вам фиксировать материал. А если что-то неправильно прикрутили, чтобы долго не мучиться. Раз. Носадку сняли. Включили реверс. И все. Так же муфту можно выставить, чтобы шляпка самореза вам полностью утапливала. В общем, все по феншую. Хотите больше, подкрутили еще. Пожалуйста, вот вам больше. И самое главное, когда он докручивает, срабатывает муфта, и все. Муфта расцепляется, и бита не зализывается, и не слизывается. Ни самобита, и не слизывается сам саморез. Ну что ж, пришло время потестировать ленточную насадку. Так, друзья, поверх доски я положил картон. Мы будем фиксировать, есть ли какие-то косяки, как заворачивает. На самой насадке я выставил 35 миллиметров. Регулятор выставил на минимум. И попробуем, как он работает пока что на минимуме. Погнали! Погнали! Это на минимуме. Результат неплохой. Можно это все дело подкрутить регулятором, и чтобы побольше шляпка пряталась в картон. Так, давайте подкручу немного регулятор, чтобы побольше шляпка заходила в картон. Можете посмотреть, как это все дело происходит вблизи. Покажу мастерам очень важный момент, насколько чувствительно выставляется регулятор, что не вредит даже обычный картон. Еще немного с этого ракурса. Смотрите, что происходит, когда вы не дожимаете, то есть вы неуверенно прижали и не дожали до конца. Вот эти саморезы, они не вылазят. Их просто пропускает сама насадка. И сейчас я этот момент тоже покажу. Это очень важно мастерам. Получается, если уже надавили, так уже нужно додавливать до конца. Иначе, если до конца вы не нажали, насадка будет пропускать этот саморез вверх. Смотрите, не додавливаю до конца. Видно, да? Вылез. Получается, я как бы начал сверлить и обратно вернулся. Вот так. Если вы уже так что-то сделали, если вы вернулись назад, все, уже саморез вам не вылезет. Чтобы, в общем, что-то такой шляпы не было, нужно четко, уверенно и резкими движениями заворачивать саморезы. Самое главное, что мне понравилось и понравится мастерам, я специально сделал вот такие косяки, посмотреть, застреет ли здесь саморез. Нет, друзья, здесь саморез не застреет, даже если он не заворачивается, и даже если он выходит наверх, он не застреет в этой насадке. И это очень удобно и комфортно, потому что тратить время на извлекание самореза у мастеров, которые занимаются гипсокартоном, нет. Это все я работал на первой скорости. Давайте сейчас на второй. Первая скорость, она имеет больший крутящий момент, но меньшие обороты. А вторая скорость, она имеет большие обороты. Давайте сейчас продемонстрируем вам работу на второй скорости. Ну, как вы увидели, на второй скорости в разы, в разы, в разы быстрее работа, закончилась лента, и лента очень просто достается. Раз, рукой и достали. Друзья, покажу, как выглядит лента после использования. Она вроде одноразовая, но особо-то ничего с лентой не произошло. А давайте я попробую сюда закрутить еще раз саморезы и еще раз прогнать ее через шуруповерт. Возможно, экономистам это пригодится. Друзья, я так не рекомендую делать, но для экономистов я это сделаю. Возможно, кому-то когда-то пригодится, кто-то экономит сильно, попробую, что с этого получится. Можно второй раз использовать или нет. Я бы не сказал, что процесс слишком долгий, если у вас под руками пачка с саморезами. Это все быстро. Я без какой-либо практики очень быстро сюда устанавливаю саморезы. Я экономист, вы же знаете. Вот, я обратно установил все саморезы. Они отсюда вообще никуда не вылетают. Это уже по второму разу я буду их использовать. Посмотрим, как оно будет работать. Заряжаю в магазин. Вроде все нормально идет. Смотрите, друзья, второй раз тоже работает. Так, покажу вблизи, как выглядит новая лента. Видно, вот эти пластиковые держатели, они целы. В использовании они треснуты. Но, тем не менее, они саморезы держат. Вы сами все увидели. И эту ленту, я думаю, еще можно третий раз использовать. Давайте откручу и попробую третий раз. Очень удобно, что можно в этом шуруповерте зафиксировать кнопку и работать постоянно на зафиксированной кнопках. Получается, когда вы не прижимаете к саморезу, шуруповерт не крутит. Как только вы прижимаете, срабатывает муфта, он крутит. Сейчас покажу. Показываю экономистам. Или третий раз можно зарядить саморезы в ленту. В принципе, можно и третий раз зарядить. Но я не рекомендую этого делать. Но, видите, саморезы сюда устанавливаются. И они абсолютно никуда не вылетают. Друзья, вот установил третий раз в ленту саморезы. Они отсюда вообще никуда не вылетают. Как бы надежно зафиксированы. Попробуем еще раз прогнать. Третий раз устанавливаю ленту. Да, вроде все нормально. Все как бы должно работать. Третий раз. Погнали. Вся лента полностью использована. Все круто. Батарею тестировать здесь очень долго. Потому что это батарея 4 Ач. Видите, 150 саморезов я загнал. Все деления есть. Я думаю, здесь можно будет целый день рабочий работать. И вы не посадите вот эту батарею. Ну что ж, а теперь поехали разбирать. Сразу хочу показать, как выглядит муфта. Видно, здесь стоит три кулачка. И на шпинделе три кулачка. Есть пружина. Пружина назад возвращает шпиндель в исходное положение. И так вот работает вот эта муфта. Все время движок крутится. Как только мы битой упорим саморез, вот этих три кулачка, идут зацеп с этими, что на двигателе, и происходит поддвижение. Друзья, что еще хотел сказать по поводу вот этой муфты. Это муфта двухсторонняя. И с обратной стороны видно, на этой муфте также есть три зацепа. Но эти три зацепа имеют специальный угол наклона. Это сделано с техникой безопасности. Для того, если кто-то будет крутить большие саморезы, чтобы не поломать этот весь механизм, есть специальный угол. И получается здесь, как на перфораторе, муфта безопасности. Она это все дело проскакивает. И саморез не заворачивается. Двигатель крутит. И ничего не ломается. Друзья, ваши прогнозы. Здесь стоит втулка или подшипник? Как видите, здесь в корпусе стоит игольственный подшипник. Это очень даже хорошо, потому что такой подшипник будет служить со шпинделем очень долго. Как видите, на шпинделе еще стоит дополнительно резиновое уплотнение. Сама юбка патрона внутри также имеет дополнительную пружину. И в шпинделе два шарика. Эти два шарика непосредственно фиксируют биты и битодержатели. Ну что ж, задалили дыхание и смотрим, что же там внутри. Интересно и мне интересно. Здесь у нас все по феншую. Стоит конденсатор. На кнопке есть огромный радиатор охлаждения. Кстати, сама по себе кнопка пылезащищенная. Видно белую резинку на самой кнопке. Кстати, друзья, кнопка стоит брендовая. Такие кнопки ставят Makita Metabo. Кнопка стоит от торговой марки Jabin. Скоба переключения в этом шуруповерте сделана из металла. И в этом шуруповерте двигатель-то непростой. Нет, друзья, конечно же, он и не золотой. Но двигатель здесь стоит больше, чем в обычных шуруповертах. А движок здесь стоит 775. Друзья, видно, что этот двигатель заводской, не подвальный какой-то Китай. Есть даже дата производства этого двигателя. И сам по себе движок, как я уже говорил, 775. Друзья, по редуктору абсолютно никаких претензий нет. Здесь все шестеренки сделаны из металла. Также вам хочу показать, что вот эта муфта, которая идет от двигателя, она здесь в корпусе с титровым подшипником. А с обратной стороны уже идут шестеренки. Вот эту запчасть я снять не могу, потому что здесь она на резьбе. У меня сейчас с собой нет ни тисков, ничего. Но, как видите, вот этот спиндель тоже идет на шариковом подшипнике. Так, давайте теперь разберем ленточную насадку. Здесь все сделано просто. Пружина, регулятор. Здесь установлен фиксатор, который фиксируется на самом шуруповерте. Ну и сам по себе механизм подачи ленты. Все просто вы нажимаете на насадку. Вот этот рычаг опускается вниз. И звездочка вот эта подает ленточную насадку. Этот механизм полностью сделан из металла. Ну что ж, будем подводить итог. Друзья, что здесь я могу сказать в итоге? Реально Днепрэм выходит на профессиональный уровень. И этот шуруповер с этой насадкой мне не стыдно рекомендовать для тяжелых сложных задач. Потому что здесь все сделано качественно. Движок стоит хороший, кнопка стоит качественная. Шпиндель на игольчатом подшипнике. Плюс остальная вся конструкция на подшипниках. Редуктор металлический. И сам по себе вот этот механизм подачи ленты работает без каких-либо сбоев. А самое главное мне понравилось, что ленту можно несколько раз использовать. Если тебе понравился обзор, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал. А то пропустишь много чего интересного.